Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стартуем с футбола. В субботу Алания провела поездной матч с крылатыми быками. Кто не знает, так называют московский «Велес». Состав красно-желтых на ваших экранах. Быстрый гол забили на седьмой минуте в воротах хозяев. Счет открыл Максим Петров. На 36-й минуте «Быки» остались в меньшинстве. Вторую желтую получил капитан команды за симуляцию. Алан Багаев тоже получил горчичник через пару минут. И из-за перебора карточек, у него их 8, пропустит следующую игру. Закончили тайм с преимуществом. Вадим, мяч. Но в начале второго тайма, несмотря на то, что в меньшинстве, «Велес» отыгрывается. За пять минут до конца матча «Качмазов» заработал 11-метровый для команды. К мячу подошел Гурциев и забил последний. Два день вернулись с Москвы с победой. Матч прокомментировал главный тренер Алании. Игра удавалась, игра складывалась. Мы действовали именно собрано. Мы действовали целостно. Собственно, это и позволило создавать моменты. То есть, вот, все, о чем мы договаривались, и парни это реализовывали на поле. Мы создавали моменты, к сожалению, да, мы не забили ряд выгодных эпизодов. Но, тем не менее, мы все равно ждали этот мяч. Потому что каждый незабитый эпизод – это возможность, новая возможность. И мы вот с таким подходом подходили к игре. После двух выездных игр нас, наконец-то, ждет домашняя. 14 апреля Алания сыграет матч с футбольным клубом «Волгарь», который, кстати, дышит нам в спину в турнирной таблице. В Нарафа-Минске 6 апреля завершилось первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Вилим Валиев завоевал серебряную медаль весовой категории до 100 килограммов. Бронзовыми призерами стали Вадим Плиев и Артур Тоголь. В Хабаровске завершился международный турнир по дзюдо – российский профессиональный тур памяти Ощепкова. Остинский дзюдоист Георгий Илбакиев завоевал бронзовую медаль весовой категории до 81 килограмма. В Перми прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою, посвященные столетию спортивного общества «Динамо». Асланбек Датьев завоевал золотую медаль весовой категории свыше 97 килограммов. А вот Суслан Зураев стал бронзовым призером весовой категории до 67 килограммов. Сколько наград хоть сутками рассказывать – такие новости, но на этом не все. Осетию ждет по-настоящему грандиозное событие. Творец спорта «Манеж» примет лучших фехтовальщиков со всей страны. У нас пройдет чемпионат России. Более 500 спортсменов из 30 регионов приедут и будут биться за звание лучшего. Соревнования пройдут в личном и командном зачетах по рапире, шпаге и сабле. Торжественное открытие состоится 17 апреля в 18.00. На шарм-рестлеры участвовали в международном турнире, и без медалей они не могли вернуться. Вопрос лишь в том, сколько наград они привезли. Об этом и не только поговорим с ребятами. Алан, приветствую тебя. Поздравляю с победой на турнире. К турниру мы еще вернемся. Так как я с тобой не общалась еще, есть такой вопрос. Ты из династии арм-рестлеров и тяжелоатлетов. Честно скажи, был выбор вообще заниматься спортом или нет, или все было предопределено? Ну, я так, я не занимался арм-рестлингом. Я поначалу ходил на дзюдо, в клуб Нарт, на Хуржарин ходил. После этого я начал заниматься футболом. У меня неплохо получалось. Я играл в футбольном клубе Барс у Бетарова Роберта. Но все равно пути меня привели сюда, в арм-рестлинг. И начал заниматься усердно арм-рестлингом. Начало получаться. И в итоге начал давать хорошие результаты. Первым тренером был мой отец, Майрбек Зулоев. Так и остается Майрбек Зулоев моим тренером. Также мне помогают и Казбек Зулоев, мой дядя, и Хаджимурат Зулоев, и Спартак Зулоев. Вся семья мне помогает в арм-рестлинге, дает советы и готовит меня на соревнования. Заниматься у своего отца – это еще больше ответственно или, наоборот, упрощает задачу? Это больше ответственности заниматься у своего отца. То есть отец живет со мной дома, у меня постоянно контролирует. Вот мой режим, как я тренируюсь, как я питаюсь, чем я занимаюсь. И также на соревнованиях отец бывает со мной. И делаю все, чтобы его порадовать, своего отца, и как тренера, и отца. Филонис не получается? Нет, не получается. Не дома, не в зале. Майрбек Застимурович в зале и Майрбек Застимурович дома – это один и тот же человек или все-таки нет? Это один и тот же человек. То есть папа, он и дома как тренер. Ничего у него не меняется, честно сказать. В зале он папа или все-таки Майрбек Застимурович? В зале он папа, как и дома папа. Просто в зале он построже ко мне, чем дома. Что для тебя арм-спорт? Арм-спорт, я не скажу то, что я готов жизнь за этот спорт отдать, полностью влиться в этот спорт. Это как мое второе дело, как хобби. На первом деле у меня учеба. Я в Санкт-Петербурге учусь в Войном институте физической культуры. А спортом занимаюсь, чтобы достичь каких-то успехов, сделать себе имя в этом виде спорта. Если бы не арм-рестлинг, то что? В футбол сто процентов однозначно. Я бы остался в футболе. Мне очень сильно нравится этот вид спорта. До сих пор даже с друзьями, с кем я раньше играл в команде одной, мы собираемся, играем в футбол. Расскажи тогда про турнир прошедший. Он был масштабный, он был крутой. Расскажи про него, как к нему готовился ваш? Турнир масштабный. Так как нам сейчас негде выступать, арм-рестлинг сборную России дисквалифицировали. И мало турниров по арм-рестлингу проводится. И вот турнир Лиги АМС, она называется. Очень масштабный турнир, очень крутой. Там собираются лучшие из лучших. Двадцатка лучших в каждой категории. И конкурентная борьба очень бывает. Очень понравилось мне там. Нравится то, что не бывает проходных поединков. Постоянно надо рубиться, готовиться, настраиваться. Просто так там не выиграть в этой борьбе. И вот мы поехали в город Красноярск. Я, мой брат старший, Хаджимур Адзулоев, и Сарма Дигуров. Я и Сарма Дигуров успешно выступили. Очень хорошие ребята у нас были в категории заслуженные мастера спорта. Многократный чемпион мира и Европы. Ну, мы как молодые парни показали опыты, то, что молодость берет свое. И забрали золото, привезли его в Осетию. Таких человек, которые не первый год занимаются армспортом. Наверняка на турнире были, да, ребята, с которыми вы встречались уже не раз, не два, а больше. Да, были ребята, с которыми мы встречались. Как бы этих ребят мы уже знаем, как они борются, технику их борьбы. И с ними нам полегче, но существовали такие, скажем, темные лошадки. Во время соревнований мы смотрели их стиль борьбы, изучали их. И уже за сторон навязывали свое. И у нас успешно это получилось. Какая схватка тебе далась сложнее всего? Сложнее всего мне далась схватка в абсолютно весовой категории. То есть я отборолся в своей категории. Я выступаю в 75 килограмм. И выиграл эту категорию. Можно сказать, сильно не напрекся. И захотелось мне с большими дядьками, так сказать, побороться. Записался в абсолютную категорию. Первая схватка прошла у меня заслуженным мастером спорта. Я его прошел. И самая такая мощная схватка – это Сергей Богословов. Парень из Москвы. Он также мастер спорта международного класса. Очень сильный спортсмен. Выступавший в категории 95. Он и чемпионом становился. В этот раз он стал третьим на этих соревнованиях. И вот с ним мы очень хороший поединок. Показали. Публике очень это понравилось. И также третье место я занял в абсолютной весовой категории. Все равно раньше ты, возможно, тоже выступал в абсолютке. Но каково это вообще бороться с людьми? То есть тут ты знаешь своих в своей весовой категории. Ты говорил, что не раз с ними боролся. А тут ребята, которых ты наверняка не встречал. Ни технику не знаешь, еще и весом. В абсолютной весовой категории я выступал второй раз всего лишь. Так как это травмоопасно, я в маленькой весовой категории выступаю. Но это очень эмоционально, очень зрелищно. И из-за этого прям хочется там выступать. Когда мне не мешает, травм нету, я всегда записываюсь в абсолютную весовую категорию. И зрителям это очень нравится. Прям эмоций много бывает. Ты как человек, который не раз боролся на международных, мировых стартах. Этот старт все-таки для тебя был легкой пробежкой, скажем так? Ну, я бы не сказал, потому что на этом старте сборная России по армрестлингу является самой лучшей в мире. А там собирается вся сборная России по армрестлингу. И лучшие из лучших в этот раз парни из Казахстана, из Грузии тоже приняли участие. Как бы этот турнир становится международным. И все сложнее и сложнее. Участников все больше и больше там. Ну, в этот раз, так скажем, именно у меня в весовой категории было поменьше человек. И я знал всех, как они борются. Я с ними уже боролся. И, скажем так, мне было полегче бороться. И из-за этого я записался в абсолютно весовую категорию. Вот ты сказал, что сборная России одна из самых сильных стран в армрестлинге. А сборная Осетии, в свою очередь, в России одна из самых сильных. Потому что, когда я слышу, что вы выезжаете на какие-то соревнования, я точно знаю, что будут медали, будет много. Но вопрос только, какой пробы не будут. В чем секрет Армспорта Осетии, на твой взгляд? Секрет? Я не могу сказать. У нас, наверное, тренера такие хорошие, профессионалы. То, что они могут подготовить спортсмена очень профессионально. Я скажу так, что чемпионат республики иногда бывает намного сложнее выиграть, чем чемпионат России. А чемпионат России сложнее выиграть, чем чемпионат мира. Если вот, ну, у нас даже бывает так, мы между собой говорим, если ты чемпионат России выиграл, то ты уже в тройке на мире. Буквально недавно проходил чемпионат республики по армрестлингу. Я там работала. Вы, по-моему, были где-то на сборах на тот момент, не участвовали. Ну, мы с Арматом Дегуровым, мы боремся за Санкт-Петербург. И мы там отбирались. Мы отобрались на Россию. Вот завтра мы вылетаем в город Орел принимать участие в чемпионате России. На чемпионате республики еще было под вопросом, допустят вас на Европу или нет. Какие-то такие еще были сомнения в этом. Потом стало известно, что вообще все не допускают. Жить без международных соревнований человеку, который привык к международному уровню, каково? Это очень печально, так скажу, потому что спортсмены ставят перед собой цели. Вот на своем примере скажу, у меня цель выполнить заслуженного мастера спорта. Я уже выполнил мастера спорта международного класса. И мне не хватает одного чемпионата мира, чтобы я стал заслуженным мастером спорта. И с данной ситуацией пока что проблем нам выступает на международных соревнованиях. Выполнить кроме чемпионата Европы и чемпионата мира заслуженного мастера спорта нигде нельзя сейчас. Алан, спасибо тебе огромное за беседу. Алан, спасибо. Ты сам сказал, что выезжаешь на чемпионат России. Удачи тебе, пусть все сложится именно по своему сценарию. Спасибо большое. Сармат, привет. Поздравляю тебя с победой. Если историю Алана мы плюс-минус как-то знаем, то рассказывай, как ты пришел в армрестлинг и почему именно армрестлинг? Армрестлингом я начал заниматься в 10 лет. Я сам с селения Гизель. В Гизеле есть прекрасный зал, тренируют там бедой Вова. И, можно сказать, основной фундамент армрестлера сформировал во мне именно он. Ему огромное спасибо, пользуюсь случаем. Я передаю ему большие приветы. А так до армрестлинга я занимался еще плаванием, ушу занимался, боксом. Был такой, можно сказать, разнообразный спортивный образ жизни и в детстве. У меня отец у самого тоже тяжелоатлет занимался тяжелой атлетикой, кандидатом в мастера спорта. И он прививал с самого детства мне уже спортивное направление. Что ты нашел в армрестлинге такого, чего не нашел ни в плавании, ни в ушу, ни в боксе? Армрестлинг с первых дней я почувствовал, что это именно мой вид спорта. Во-первых, антропометрия мне позволяет этим видом спорта прекрасно заниматься. Также именно качества силовые и тактические, которые присутствуют в этом виде спорта. То есть направление не только силовое, а еще и тактическое, можно сказать, где нужно грамотно выстраивать ход поединка, заранее это все обдумывать. Это достаточно интересно. И вот этим самым, как бы, большое увлечение у меня к этому виду спорта и образовалось. Если папа тяжелоатлет, наверняка дома только положительно, да, отнеслись к твоему занятию спортом и поддержали? Да, конечно. Ну, отец, конечно, хотел, чтобы я начал заниматься тяжелой атлетикой. Ну, он... Недалеко ушел, ладно? Да, конечно. Он все равно в любом случае очень положительно и хорошо отнесся именно к армрестлингу. Расскажи про турнир, который прошел международный, про подготовку к нему. Турнир – это очень масштабный. Организовала этот турнир Чеченская Федерация. Огромное спасибо организаторам, в первую очередь. Хочется сказать, огромный шанс для спортсменов, учитывая нынешнюю ситуацию в стране и за рубежом, когда спортсмены, к сожалению, не могут успешно выступать. Многие федерации, в том числе и наша федерация армрестлинга России, дисквалифицирована. И этот турнир – это огромный шаг именно в развитии армрестлинга, где можно побороться с именитыми спортсменами, многократными чемпионами мира, Европы, заслуженными мастерами спорта. Как тебе уровень соперников? Уровень соперников очень высокий. Спасибо мне хочется сказать Хаджи Мурату Зулоеву. Он оказывал как тренерскую помощь. Также мне хочется привет передать Виктору Шевеленко. Это мой такой основной соперник из Санкт-Петербурга. В прошлый раз он меня опередил, он занял первое место на этом же турнире. И сейчас, учитывая грамотную подготовку, тренерские вложения в плане техники, в плане морального настроя, удалось мне его выиграть. Ты сейчас передал привет своему сопернику. Наверняка бывает куча таких ребят, с которыми вы не раз, не два боретесь. Да, конечно. Порой бывает, что и в одном турнире мы с одним спортсменом можем встретиться два раза, три раза. Такое очень часто бывает. Из раза в раз как получается все-таки одерживать победу? Или бывает такое, что немножко сплоховал? То есть они знают твою технику, и ты знаешь их технику. За счет чего тут решается уже все? Ну, можно сказать, армрестлинг – это такой многогранный вид спорта, где очень много направлений, очень много технических аспектов, где реально вот каждый сантиметр за столом, хотя борьба сама, можно сказать, достаточно быстрая, короткая, и каждый сантиметр имеет свое значение, скажем так. И на уровне ощущений уже спортсмен начинает чувствовать своего соперника. Даже вот элементарно, смотря на стойку, на выставление корпуса, уже можно предугадать, в какое направление будет бороться спортсмен. И, наверное, больше всего это опыт, какие-то технические положительные качества, которые позволяют успешно, более успешно выступить, нежели менее грамотный спортсмен, можно сказать. И тебе, и Алану, людям, которые привыкли выступать на международных аренах, наверняка очень сильно не хватает этих стартов. Как вы вообще с этим справляетесь? Это и морально сложно? Да, конечно, морально это очень сложно, а также физически это очень расслабляет, но, опять же, тренерская поддержка, грамотная тренерская поддержка всегда позволяет себя держать в тонусе, в форме. Что касается турниров, к сожалению, да, хотелось бы выполнить мне мастера спорта международного класса, вот, Алану, заслуженного мастера спорта. Ну, вот, учитывая, опять же, повторюсь, нынешнюю ситуацию, к сожалению, пока что этого нет. Ну, вот, такие турниры, как АМС, еще есть определенные турниры всероссийские, международные, где можно выступить. Они, за счет них мы, как бы, поддерживаем себя в форме. Какая из встреч была все-таки для тебя самая сложная и моральная, и физическая? Самая сложная, наверное, была с Хаджи Муратом Зулоевым, потому что, учитывая то, что он 14-кратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта, с ним было не только физически сложно бороться, но еще и морально, потому что мы воспитанники одного тренера, можно сказать, и было сложно. Также, конечно, Виктор Шевеленко, который занял второе место в моей весовой категории, очень грамотный спортсмен, технически всесторонне развитый, и были всяческие опасения, что он может где-то оказаться умнее. Не скажу, что хитрее, но умнее и выиграть. Были опасения, конечно. А именно с этими соперниками что тебе помогло в этот раз? В этот раз, наверное, все же физически я был более готовым. Не могу сказать, что технически, тактически, потому что они очень грамотные спортсмены, знают, наверное, даже больше, чем я. Но, скорее всего, это силовая подготовка, она была более удачной у меня. Дальше чемпионат России, если я не ошибаюсь, да? Да, буквально завтра мы вылетаем в Питер и едем на чемпионат России. В каких числах он пройдет? Чемпионат России пройдет с 14 по 17 число. Раньше, буквально, да, год назад, наверное, чемпионат России, он был отборочный куда-то. А сейчас, когда человек едет на тупиковый чемпионат России, что он чувствует вообще? Человек, который не раз был на международных аренах? Ну, опять же, это за счет тренерской поддержки, тренерского настроя, когда нужно в любом случае выступать на всероссийских соревнованиях, мы себя поддерживаем в форме. Тем более, чемпионат России – это очень масштабное соревнование колоссального уровня. Вот, допустим, к примеру, могу сказать, сейчас около 500 спортсменов приедет на чемпионат России из 50 регионов, субъектов Российской Федерации. То есть очень большой масштаб. И конкуренция будет огромная. Даже могу сказать, что в весовых категориях там по 35-45 человек. Если я не ошибаюсь, вы сейчас тренируетесь в Санкт-Петербурге, верно? Да, сейчас на данный момент мы учимся в Санкт-Петербурге, в ВНИФИК, и также там тренируемся. Вот, пользуясь случаем, опять же, хочу передать привет Политову Андрею Викторовичу, человек, который также оказывает как поддержку в организационных моментах, так и тренерскую поддержку. Ему огромное спасибо. В долгое время занимались в Осене и в этом зале. Переехать в Санкт-Петербург, сменить домашнюю обстановку именно спортзала, было сложно? Было сложно, да. Потому что армрестлинг в нашей республике – это очень развитый вид спорта. Опять же, за счет грамотных тренеров, тренеров высшей категории. И, к сожалению, и могу, наверное, с полной уверенностью сказать, что в других регионах, наверное, не так. То есть в нашем регионе очень такой четкий подход со стороны тренерского штаба. И спортсмены тоже, наверное, отличаются грамотностью, техничностью намного выше. Тебе такой вопрос, как Алану. Осетия – лучшая в России. Одна из – хорошо, ладно, не будем преувеличивать. Хотя, я думаю, я не ошибусь, если скажу, что мы лучшая республика. Но в чем секрет? Повторюсь, это в первую очередь грамотные тренера, тренера высшей категории. Также это наша генетическая особенность. Наши великие предки оставили нам, к счастью, вот это наследие, которое мы сейчас в себе несем дальше. И, конечно, хочется всем желать, чтобы все занимались спортом, все проносили в себе вот эту генетическую особенность. И дальше никогда не позорили предков. Вот, наверное, вот это тоже основной момент, за счет чего и силовые виды спорта у нас в республике очень развиты. Также тяжелая атлетика. Сармат, спасибо тебе огромное за беседу. И удачи тебе не только на чемпионате России, но и на всех стартах. Спасибо. Спасибо большое. После такой душевной беседы, по идее, надо попрощаться, но сообщу еще парочку приятных новостей. Суслан Джанаев признан лучшим самбистом 2022 года. Напомню, в прошлом году он выиграл чемпионат мира по боевому самбо. Награду вручил президент Федерации Сергей Елисеев. Махарбек Каргинов одержал победу в очередном поединке. Бой стал украшением вечера благодаря своей зрелищности. Ну, Каргинов умеет впечатлять. Теперь Махар – полуфиналист Грам-при ACA в легчайшем весе. Так держать. Надеемся поговорить с одним из самых лучших бойцов Осетии. А пока поздравим чемпиона и пожелаем удачи. Вот теперь точно все. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире, дорогие любители спорта. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова